Всем привет! С вами Алена Талаш, управляющий партнер компании Роско. Законопроект о снижении штрафов был внесен на рассмотрение Госдумы еще в декабре 2021 года. Введение антироссийских санкций и как следствие ухудшение экономической ситуации в стране сказывается и на работе бизнеса. Какие послабления в части наложения штрафов предусмотрены правительством, узнаете в нашем новом видео. Законопроект о возможности снижения штрафов для малого и среднего бизнеса был внесен на рассмотрение Госдумы еще до проведения спецоперации на Украине и, соответственно, до введения западных санкций. Законопроект же принят в первом чтении 4 марта, и его суть заключается в снижении непомерной нагрузки в виде административных штрафов, порой дублирующих друг друга. Какие меры предусмотрены для снижения нагрузки на бизнес? Самое важное в законопроекте – это адресный подход к системе привлечения к административной ответственности. Размеры штрафов предлагается диверсифицировать в зависимости от масштаба в деятельности бизнеса. А если правонарушение совершено впервые, то для НКО, а также малого и среднего бизнеса предусматривается замена штрафа предупреждением. Такое послабление не касается правонарушений, связанных с причинением вреда жизни и здоровью граждан, нанесению ущерба окружающей среде, объектам животного мира, культурного наследия, безопасности страны и угрозой техногенных чрезвычайных ситуаций. В настоящее время КОАП содержит лишь несколько статей, в которых предусматривается в качестве наказания предупреждение, а штрафных статей почти в 23 раза больше. Зынокопроектам запрещено привлечение к ответственности за один и тот же проступок дважды. Например, если должностное или иное лицо компании уже привлекли к административной ответственности, то юридическое лицо не подлежит штрафу за это же правонарушение. Речь идет о социально ориентированных НКО и субъектах МСП. Причем в первом случае, на момент совершения правонарушения, такие организации должны быть включены в реестр социально ориентированных НКО, а субъекты МСП в единый реестр МСП. Проверить свою компанию можно на сайтах, которые вы видите на экране. Предусмотрено освобождение и должностного или иного лица компании, если сама компания привлечена к ответственности. Американская компания, занимающаяся строительством забора между Мексикой и США, была штрафована на 5 миллионов долларов за то, что среди ее работников оказалось множество нелегальных мигрантов из Мексики. То есть фирма для строительства забора, который должен был оградить США от нелегальных мигрантов, мексиканцев, наняла на работу этих самых мексиканцев. Вот такая история. Решить все разноплановые вопросы юридического характера собственными силами крайне непросто. Поэтому следует не терять время и сразу обращаться за консультацией к профессионалам. Для получения помощи от компании Роско позвоните по номеру, указанному на сайте, или оставьте онлайн-заявку через форму обратной связи. Все контактные данные вы можете найти, перейдя по ссылке в описании к этому видео. Кроме того, значительно снижен размер самих штрафов. Сейчас разница между размером штрафов, которые налагаются на компанию ИЭП, может составлять по верхней планке 500-900%. Например, в КОАП предусмотрен штраф за нарушение правил в сфере транспортной безопасности. Совершенное правонарушение сумасла может стоить предпринимателя до 150 тысяч рублей, в то время как компании – 500 тысяч. Вместе с тем нельзя всех стричь под одну гребенку. Поэтому законопроектом предусмотрена дифференциация штрафов в зависимости от доходности компаний и численности работников. Доля микро- и малых компаний составляет 39% от общего числа юридических лиц. Непомерно высокий штраф может привести к банкротству. К микро-приятиям относится компания с доходом до 120 млн. рублей и численностью до 15 работников. У малого предприятия, соответственно, данные показатели составляют 800 млн. рублей и 100 работников. Для малых компаний, а также социально ориентированных НКО, размер штрафа, предусмотренного второй частью КОАП, не может быть больше, чем предусмотренный штраф для ИП. В том случае, если в КОАП не выделен отдельный штраф для индивидуального предпринимателя, то его размер не может составлять более половины минимального и половины максимального размера, предусмотренного для юридического лица. Как указано в пояснительной записке к законопроекту, сейчас в КОАП предусмотрено 1280 составов правонарушений для компаний, а для отдельно выделенных ИП – 327. Новая редакция КОАП предусматривает ограничение размера штрафа за совершение однородных проступков. За одни и те же правонарушения штрафы не суммируются. А как вы отреагировали на снижение штрафов для бизнеса? Насколько сильно это поможет лично вам? Пишите в комментариях к этому видео. К чему приведет реализация законопроекта? В случае принятия законопроекта размер штрафов существенно снизится для субъектов МСП, а также социально ориентированных НКО. Зачастую административное нарушение допускается по причине незнания малым бизнесом отдельных положений закона. В результате накладываемый штраф приводит к невозможности дальнейшего продолжения ведения бизнеса. Административные послабления не затрагивают случаи, когда совершенные правонарушения имеют общественную опасность. Вместе с тем, начиная с этого года, у бизнесменов появятся новые штрафы. Например, с 1 января введен штраф за непредоставление либо искажение сведений у работников-бизнесменов. Если страхователь предоставит неверные сведения о своих сотрудниках, а на основании их соцстрах понесет излишние расходы, штраф составит от 20% расходов. При этом сумма штрафа должна быть не менее 1 000 рублей и не более 5 000. С 1 июля вводятся немалые штрафы за нарушение предоставления документов по прослеживаемости товаров. Например, если бизнесмен не отразит или неправильно отразит реквизиты о прослеживаемости товаров-документов, то ему грозит штраф – 1 000 рублей за каждый документ. Рада, что вы досмотрели это видео до конца. С вами была Алена Талаш. Если у вас остались вопросы после просмотра этого видео, смело пишите их в комментариях к нему, и юристы компании «Роско» с удовольствием на них ответят. И, конечно, подписывайтесь на наш канал, где вы найдете массу полезной информации не только для бизнеса, но и для себя лично. Будь в курсе – будь с Роско.